Вот и отгремели бои Ведь с нами новые игры, а значит новые приключения Ну а что же нового у нас сегодня? Наберись терпения и ты все узнаешь Мудрые люди говорят Достойно прожил жизнь тот, кто посадил дерево и построил дом Ну а ты, Семен, посадил свое дерево? Угу, я посадил не одно дерево, а двенадцать Ты знаешь, мне кажется, что двенадцать деревьев не заменит один построенный дом Вот ты как! Да я построил не то, что дом Я построил настоящий современный город Между прочим, вот этими самыми руками Да ладно заливать, я в это никогда не поверю А вот и зря, во время своей ежедневной утренней пробежки По магазинам Дэнди Я купил картридж с игрой Сим Сити И теперь постройка города мне по плечу Для того, чтобы разнообразить игру Ее авторы предусмотрели очень большое количество различных ландшафтов Только представьте себе, их целая тысяча Выбирайте любой Из чего же мы начнем? Во-первых, нужно поставить электростанцию Я предпочитаю атомную Атомную, хоть она и стоит дороже, зато превышает по мощности обычную, тепловую Если вы решили что-нибудь построить на берегу реки или озера Обязательно укрепите его, построив набережную Со временем речной порт будет играть большую роль в развитии вашего города Ускоренный рост промышленных предприятий без него просто невозможен Я предпочитаю построить его сразу, пока есть деньги Хорошо, с портом все ясно Ну а что ты собираешься делать дальше? А дальше начинается самое интересное Мы приступаем к строительству индустриальных, живых и коммерческих зон В которых будут строиться заводы, деловые центры и жилые кварталы Главное, не забывайте проводить дороги между районами вашего города и линии электропередач Я знаю, это называется инфраструктура Смотри, население нашего поселка перевалило за две тысячи И мы скоро получим официальный статус города Ну что я говорю, первый этап пройден успешно А что происходит сейчас? Все очень просто Население нашего городка попросило построить мэрию Это мы сейчас и сделаем Я специально оставил для нее свободное место в центре жилого массива А теперь неплохо бы построить еще один полицейский участок Иначе жители нашего городка будут недовольны разгулом преступности И покинут насиженные места А это что, стадион? В каждом городе должен быть хотя бы один стадион Каждый год подсчитывается бюджет А вы можете внести в него свои изменения Поднять или понизить ставку налога Урезать финансирование каких-либо городских служб Я этого делать вам не советую Ну а теперь я покажу свой город Строительство которого я завершил совсем недавно Вон он какой у меня красавец Люблю его как родное дитя Ты убедился, что я говорил правду? Что тут скажешь? Был неправ А город действительно очень красивый Только денег в твоей казне что-то маловато Это не проблема Чуть позже я покажу, как с этим справиться Наиболее сложное в игре Сим-Сити Поддерживать устойчивое равновесие Между различными показателями Количеством жителей и количеством рабочих мест Уровнем развития индустрии И загрязнением окружающей среды Количеством владельцев автомобилей И количеством дорог Отсутствие равновесия в последнем случае Приводит к самой трудной проблеме Автомобильным пробкам на улицах города Для реальной оценки ситуации, возникшей в городе Вам понадобится режим карты В нем наглядно отражены уровни Преступности, загрязнения окружающей среды Загрузки автодорог Также Вы можете получить подробный статистический отчет О настроении жителей Вашего города А если Вам вдруг срочно понадобятся средства Отправляйтесь в банк и берите кредит Когда же Вы почувствуете себя настоящим профессионалом Попробуйте свои силы на имеющихся шести сценариях В которых Вам придется выводить большие города Из кризисных ситуаций Я знаю, город будет Я знаю, садут свесть Пока у фирмы Дэнди игра Сим-Сити есть Ну вот я и вернулся Семен, я тебя не узнаю Да не Семен, я не Семен, я не Семен Я Жикенден А зачем же ты вернулся, Жикенден? А зачем? Я вернулся для того, чтобы продолжить приключения ниндзя В четвертой части игры Значит, ниндзя Жикенден? Часть 4 Я уверен, что ни один из фанатов игровой приставки Дэнди В глаза не видел первую и вторую часть игры Ниндзя Жикенден Зато ее третья часть имеет в нашей стране бешеную популярность После одной из наших передач, в которой мы рассказали о ней Многие владельцы Дэнди стали ее почитателями И вот мы уже представляем вашему вниманию четвертую часть Ниндзя Жикенден Да, многие фирмы-производители видеоигр позавидовали бы такой плодовитости Что там плодовитость? Главное, это отменное качество четвертой серии Несмотря на то, что Жикенден 4 – прямое продолжение третьей части Игра претерпела некоторые изменения Во-первых, увеличились размеры фигурок, появляющихся на экране Во-вторых, игра приобрела информационный оттенок Во время своих похождений ниндзя находит исписанные клочки бумаги Которые, судя по всему, содержат в себе массу полезных советов и фактов Но, к сожалению, на японском языке Также в разгаре боя можно взять языка и перекинуться с ним парой слов Вежливые враги подождут до конца разговора Вооружение ниндзя полностью соответствует исторической необходимости Самурайский меч и звездочки сюрикен Также сохранилась возможность пользоваться магическими приемами Не сомневаюсь, что все фанаты ниндзя Жикенден 3 С удовольствием поиграют и в четвертую часть этого классного боевика А если вы хотите получить максимум удовольствия Учите японский язык Вот скажи, Семен, то есть Жикенден Ниндзя – тяжелая профессия? Ниндзя – это не профессия Ниндзя – это судьба Журнал «Денди. Новая реальность» – путеводитель по играм Это как большая энциклопедия, где важен каждый том Ведь ты не знаешь, какой картридж ты купишь завтра Четыре тома у меня уже есть Я люблю тебя, и это чувствует очень хорошо Я могу себе представить, с каким нетерпением вы ждали продолжения замечательных игр из серии Super Mario Land 1 и 2 И вот оно свершилось Super Mario Land 3 Дождались? Дождались-то дождались Да только не совсем того, кого ожидали Да, фирма Nintendo преподнесла вам маленький сюрприз Теперь вам предстоит управлять не добряком Марио, а его заклятым врагом Варио В предыдущей игре этой замечательной серии Марио удалось отстоять права на свой замок и отыскать шесть потерянных золотых колец Коварные планы Варио провалились, но он не собирается сдаваться Однажды Варио узнал, что пираты Острого Перца, чье логово битком набито всякими сокровищами Похитили бесценное произведение искусства Золотую статую принцессы Тоудстул Варио решает последовать старому доброму правилу Грабь награбленная Если Варио удастся завладеть статуей и пиратскими сокровищами Он сможет соорудить себе замок в миллион раз лучше, чем у его соперника Марио Это и есть основная цель игры Варио, как подобает злодея, гораздо сильнее добряка Марио С помощью одетой на его голову железной каски Он с легкостью разбивает каменные блоки В которых могут скрываться спрятанные пиратами монеты, сердца и флаконы с суперспособностями Если Варио неудачно нарвется на противника Он существенно потеряет в росте И с его головы исчезнет железная каска Если же маленького Варио снова настигнет неудача Потеряешь одну жизнь Но даже небольшой Варио очень силен и опасен Он с легкостью поднимает поверженных противников И швыряет ими в других Пираты острого перца Очень хорошо запрятали свои сокровища в подземных залах и лабиринтах Не ленитесь спускаться вниз по часто встречающимся лестницам Кто знает, может именно она ведет к тайному складу золотых монет Но будьте осторожны На прохождение уровня отводится определенное время Отсчет которого показан в правом нижнем углу экрана А вот и коронный прием Варио Удар плечом с разбега Таким способом наш герой может разрушать даже по два каменных блока одновременно Старайтесь не пропускать врагов Уничтожая их всеми подручными средствами За это даются дополнительные сердца Наберешь сотню, получишь дополнительную жизнь Многих врагов советую убивать ударом плеча Тогда из них выскакивают золотые монеты Каждая из которых впоследствии поможет Варио построить великолепный дворец Но помните, что многие из ваших противников покрыты шипами и иглами Нарвешься на них, опять станешь маленьким Сейчас Варио нашел флакон, заключавший в себе мощь дракона Теперь на голове нашего героя страшная маска Из ноздрей которой может вырываться пламя, уничтожающая противников и каменные блоки Выход с уровня всегда находится за закрытой дверью, обозначенной оскаленным черепом Чтобы открыть ее, воспользуйтесь одной десятой частью монеты Нажмите крест управления вверх и клавишу Б Кидайте монету в замочную скважину и дверь открыта Много приключений ждет Варио на острове Перца Наградой же будет великолепный дворец Если вы, конечно, захотите дойти до конца игры Ну и как тебе картридж? А ты знаешь, мне понравилось быть в роли злодея В такой игре заклятый враг может стать лучшим другом Да, и наоборот Теперь я решил вести здоровый образ жизни Каждое утро бегают русцой А маршрут моих пробежек лежит через фирменные магазины Дэнди Красная пресня 34 Петровка 12 И переход метро Театральная ГУМ Эх, Андрюха Кем мы с тобой, Андрюха, только не были? Отважными десантниками и средневековыми рыцарями были? Пилотами космического корабля и хоккеистами-мутантами? Были А как насчет того, чтобы попробовать себя в роли командира боевого танка будущего? А что? А почему бы и нет? Ведь у нас с тобой, Андрюха, есть картридж с игрой «Спектр» Заводи машину А солярки нам хватит? Полный бак В самом начале игры вам предстоит выбрать танк, исходя из его основных характеристик Это может быть скоростная модель, либо модель, несущая на себе наиболее крепкую броню Также вы можете создать свой собственный танк Но будьте осторожны, повышение какой-либо характеристики происходит за счет уменьшения других После того, как выбор сделан, ваша машина попадает на игровое поле Суть игры очень проста Нужно собирать все флаги, попадающиеся на пути Собрал четыре флага, уровень пройден Но сделать это не так-то просто Флаги охраняются боевой техникой противника, а иногда и многочисленными минными полями Для того, чтобы собрать все флаги, совсем не обязательно уничтожать всех противников И поэтому скорость вашего танка становится одним из основных показателей А еще ваш танк обладает двумя особенностями Во-первых, это мгновенная телепортация на случайное место в рамках игрового поля А во-вторых, возможность передвижения по воздуху затяжными прыжками Правда, применение этих приемов потребует больших расходов энергии Иногда вам будут попадаться квадраты зеленого цвета Если наехать на такое поле, восстановится часть брони и боеприпасов Также попадаются голубые кресты, обозначенные определенной цифрой Это телепортаторы на соответствующие уровни А теперь самое главное В спектр можно играть вдвоем В таком случае игроки соперничают друг с другом по выбранному сценарию Например, кто больше соберет флагов Или кто уничтожит больше танков противника Для непривычного глаза все происходящее на экране покажется чересчур сумбурным и непонятным Но поверьте мне на слово, когда вы достаточно потренируетесь и привыкнете к своеобразной графике игры спектр Подобный поединок покажется страшно увлекательным Не теряйте времени Чем раньше вы начнете тренироваться, тем быстрее почувствуете вкус к настоящей азартной борьбе Броня крепка и танки наши быстрые Ты знаешь, мне кажется, что быть танкистом это твое призвание Да Сегодня мы открываем новую рубрику нашей программы Только для отличников Дело в том, что многие из вас знают о лидерах мирового рынка видеоигр лишь понаслышке Мы решили исправить положение И наглядно показать вам, в чем заключается превосходство фирмы Nintendo И как оно выглядит на самом деле Ведь лучше сто раз увидеть, чем один раз услышать Вначале краткая история Nintendo В дословном переводе это слово означает Трудная работа, но в конце не хватает рук А сама фирма Nintendo была основана простым японским ремесленником Фузарио Ямаучи в 1889 году Но только восемь десятилетий спустя После объединения с фирмой Mitsubishi Nintendo выпустила свою первую цветную телевизионную игру Game 6 Игра стала всемирным хитом А Nintendo через восемь лет стала лидером на рынке видеоигр Тогда же, в 1985 году, была выпущена первая видеоигра нового поколения Восьмибитовая развлекательная система Nintendo В 1991 году, с появлением Super Nintendo Компания завоевала лидерство и на рынке 16-битовых видеоигр Огромную роль в этом сыграли такие новинки в технологии Как цифровой стереозвук Большое количество движущихся на экране объектов Super Nintendo продолжала развиваться Появились такие разработки, как усовершенствованное компьютерное моделирование Микросхема Super FX 2 И сопроцессор SA1 Все это вывело 16-битовые игры на новый уровень Сегодня Nintendo готовит лучшее в мире оборудование И программное обеспечение для видеоигр Это и первая массовая трехмерная 32-битовая виртуальная система Virtual Boy И домашняя 64-битовая система Nintendo Ultra 64 А также революционные новые игры для 37 миллионов владельцев Super Nintendo во всем мире Стоит упомянуть, что фирма Nintendo уже 4 года подряд возглавляет список самых выдающихся компаний Японии И это при том, что Nintendo не имеет собственного производства Захватывающее действие, борьба, приключения Продолжение самой популярной новинки прошлого года, насыщенное спецэффектами Трехмерные приключения в странных, неисследованных мирах Нет, это не описание последних достижений Голливуда А ближайшее будущее домашних игр, представляемое Nintendo Следите за нашей программой, и вы узнаете еще больше о лидере мирового рынка видеоигр в фирме Nintendo Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов Настоящая революция видеоигр Super Nintendo — это больше, чем игра Уже сегодня в магазинах Dendy по всей стране Совершенно игровая система Super Nintendo И это все новости на сегодня Счастливо А все-таки немного грустно Ну, прощаться всегда грустно Но тем радостнее будет наша новая встреча Ровно через неделю Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин